всем привет добро пожаловать на мой канал алена nails в этом видео наконец-то я решила сделать коллекцию себе не очень хорошо относились ногти но вот на большом пальце у меня сошел полностью мои ногти которые я отращивала стали как обычно скручиваться в трубочку и соответственно по боковым сторонам ногтя произошли отслойки ну еще вот такая неприятная трещина образовалась на указательном пальце рабочей руки трещина это по мясу к сожалению поэтому убрать ее никак не смогу сейчас придется и просто ремонтировать и ждать пока нас растет снимаю покрытие аккуратно где-то 15000 оборотов сейчас довольно таки неприятно было снимать покрытие так как трещина прямо по мясу по живой ткани и все время вот эта вибрация придавала такие болевые ощущения можно было выкрутиться ситуации и саму трещину залить немного базы и просушить в лампе тогда трещина зафиксировалась бы и снимать покрытие было немножко не так болезненно тогда но все-таки я снимала себе поэтому на себе я решила немножко поиздеваться а вот если бы на клиенте была такая трещина я бы сначала залила ее гелем стараюсь снять покрытие полностью чтобы спилить все отслойки потому что если вы снимаете только сам гель и лак а сама слойку вы можете не увидеть она может находиться немножко глубже чем вы думаете поэтому только когда я допилила до самой трещины там уже я увидела отслойку очень аккуратно стоит снимать такое покрытие на таких ногтях потому что высока вероятность того что вы заденете трещину и будет неприятно проходила я где-то два месяца я думаю это займет сейчас видно было как я задела эту трещину фрезой и у меня просто ноготь отскочил еще сильнее и от этого конечно было очень неприятно но наконец-то я справилась и сейчас вижу всю полную картину вот так выглядит сейчас ноготок и скоро эта трещина срастет и будет все в порядке сейчас ее зафиксирую будет здесь сверху гель поэтому принципе не страшно все это происходит из-за того что очень долго я проходила с этими ногтями коррекцию следует делать через три недели ну а я отходила намного дольше поэтому трещинам и сколом и отслойкам удивляться не стоит очень сильно скрутились мои ногти поэтому сегодня будут делать коррекцию верхними формами но сейчас я сняла все покрытие полностью зашлифовала ноготок и отодвигаю кутикулу пушером буду приступать к маникюру но маникюр будут делать частичный использую присыпку как обычно в любом своем маникюре этот способ не очень полюбился я его всегда теперь использую беру фрезу пламя 23 диаметр и работаю сначала на реверсе затем переключаюсь на форвард на ноготь не оказываю никакого движения очень аккуратно вычищаем обороты сейчас где-то 15000 я не люблю вычищать переги на низких оборотах кутикулу не срезаю потому что далее будет опил и чтобы ее не повредить не счесать кожу пилочкой по зачищенному красивому маникюру я буду обрезать кутикулу в самом конце очень интересно узнать работали ли вы по присыпке как вам этот способ нравится или нет пишите об этом в комментариях выворачиваю кутикулу сразу и собственно весь сейчас этап закончен вычищение птеренье приступаю к покрытию обезжириваю ногти наношу праймер наношу тонкий слой каучуковой базы каучуковую базу использую всегда под любой вид укрепления наращивания что угодно каучуковая база как подошка это уже стандартный метод на трещину тоже наношу праймер праймер взяла кислотный потому что как я уже говорила в многих своих прошлых видео с без кислотным праймером покрытие у меня лично носится хуже ну и собственно вот эти верхние формы я их уже показывала и не раз своих прошлых видео и рассказывала подробно как с ними работать в этом видео тоже вам оно будет не исключением я тоже покажу как не работать примеряю форму кстати видела комментарии одна девочка написала мне что форму нужно использовать меньше по размеру чем ноготок но с этим я не согласна думаю что вы просто не совсем компетентны в этом вопросе поэтому обязательно форма должна быть немножко больше чем ноготок она должна выходить за точки в рост они немножко для того чтобы у вас там не было зазоров и ноготок отрастал ровненько и красиво вот так легко я буду закладывать трещину материалом ничего сейчас выдумывать не буду никаких закладок там заплата как они называются я просто покрыла все гелем и все то есть я дождусь срастания трещины и буду наблюдать за этим ноготком как только увижу что трещина срастает и я могу ее спилить я собственно это и сделаю просто перенарошу ноготок а пока она на живой ткани конечно же я ничего с ней сделать не могу все просушила в лампе вот так все легко и просто и буду сейчас приступать к остальным ноготкам большой пальчик на левой руке я буду наращивать кстати тоже хочу еще сказать что этот способ очень быстрый как для коррекции самой себе у меня это это уходит намного меньше времени как представлю что я сама вот эти все ногти ремонтировала бы накладывала там материал докладывала боковые параллели это очень долго было бы если бы не было верхних форм вот реально верхние формы это спасение для вас как для мастера то есть я просто довольна этими формами на все сто процентов единственное что не на сто процентов единственное что на большой ноготок они не подходят они очень маленького размера поэтому все-таки нужно иметь какие-то формы еще размером больше чем вот эти конечно и формы ну и собственно все приступаю к пилу опиливаю все лишнее и изначально я планировала перейти на форму балерина давно я себе не делала эту форму все время туарочный миндаль туарочный квадрат и вот захотелось мне балерину на своих ногтях увидеть но что произошло дальше смотрите видео выпиливаю свой натуральный ноготь очень он меня разозлил потому что он скручивается и и тем самым появляются отслойки приступаю к пилу фрезой убрала все явно лишнее и остальное уже буду допиливать пилкой в этой форме стоит немножко приподнять боковые параллели и заузить ноготок то есть выпиливаем квадрат но зауженный и вот пилила пилила я сделала на левой ручке себе все ногти и в итоге посмотрела как на моей руке на моих ногтях выглядит эта форма и собственно она мне не понравилась и все таки я вернулась обратно к миндалю почему-то эта форма мне не зашла именно на моей ногтевой пластине и на моей руке не совсем не понравилось поэтому после того как я сделала пил на этой ручке я все-таки все перри пилила назад на миндаль возможно я когда-то вернусь к этой форме но пока перехотелось интересно нравится ли вам эта форма как вы к ней относитесь форма балерины как по мне красивая форма но для нее нужна и красивая ногтевая пластина также но либо же красивая это изящная ручка ну в моем случае мне не подошла и сейчас буду показывать вам мои новые ножнички от сталикс smart 41 дробь 1 очень интересные ножницы во первых они идут с силиконовыми накладками и обычная классическая рукоятка но изогнутый кончик мне очень понравились эти ножницы я впервые такими ножницами работала что удобного как для меня очень удобно выходить из среза заканчивать срез очень удобно за счет того что лезвие изогнутые руку не нужно выворачивать очень сильно и первые разы у меня не очень хорошо получилось ну наверное потому что я никогда не пробовала такие ножницы но потом мне очень понравилось у кого есть такие ножнички пишите в комментариях как вам работа с этими ножничками с изогнутыми лезвиями удобно нет очень интересно будет почитать ваши отзывы мне вот понравились ножнички и очень удобно то что есть резиновые накладочки ну и все приступал в дизайну на улице весна уже практически скоро лето все цветет и пахнет все зеленеет и мне захотелось тоже каких-то ярких красок поэтому сегодня довольно таки интересный дизайн будет как сказала одна клиентка ей мои ногти напоминают конфетки m&b но в принципе что-то похожее есть все цвета я покажу которые я использовала и все их цвета буду наносить в два слоя прокрашиваю тонкая кисточка кисточку вот эту заказывала на алиэкспресс они идут наборе три штуки очень хорошо подходит для тонких линий и для подведения под кутикулу и также я и рисую френч они стоят недорого стоили когда я их покупала в районе 20 гривен три штуки я им уже давно работаю они не высыпаются ничего с ними не происходит как например знаменитые кисточки от рублев приобрела я себе три или четыре кисти точно не помню недавно и так как только я притронулась гелю взяла специально толстую кисть и сразу все ворсинки с нее по высыпались то есть это было очень неприятно эти кисточки не бюджетные как и для меня лично но вот они некачественны как по мне я не знаю может у меня так но вот у меня как только я начала ими работать весь ворс с кистей начал просто сыпаться везде где только можно поэтому это конечно меня очень расстроила алиэкспресс в этом плане меня радует больше интересно у вас были такие случаи с кисточками рублев или или это только у меня так они повысыпались вот накрасила я все ногти и не хватало мне какой-то изюминки в этом дизайне но я вот сейчас смотрю на свои ногти спустя пять дней и думаю нужно было это делать вообще или нет я решила серебристым нарисовать себе луночки не знаю пишите как вам понравилось или нет с лунками или лучше было делать без них но собственно что есть то есть покрываю все ногти матовым топом а вот эти самые луночки которые нарисовала серебристым гель-лаком я потом обведу глянцевым топом чтобы блестки были глянцевыми матовый топ от камельфо это улучшенная формула очень он мне понравился хорошо носится но все таки рано делать выводы пять дней все таки прошло поэтому обязательно следующем видео расскажу и покажу вам как относился матовый топ от камельфо глянцевый топ от камельфо у меня почему-то плохо просыхает я не знаю в чем дело возможно дело в лампе хотя она у меня новая кстати обзор на лампу есть в одном из моих прошлых видео моя новая помощница ну не знаю а вот матовый топ от камельфо мне нравится больше вот такое вот видео у меня сегодня было пишите обязательно как вам моя работа всем большое спасибо кто проявил любую активность на моем канале очень скоро новое видео всем спасибо большое всем пока спасибо